РС-28 или просто Сармат. Межконтинентальная баллистическая ракета пятого поколения, похоже, становится реальностью на наших глазах. Разработчик, государственный ракетный центр имени Макеева, опубликовал первое официальное изображение новейшего вооружения России. Ну, понятно, что это изображение довольно условное, на нем мы не сможем разглядеть секрет Фродина или принципиально новых конструкторских решений, но они-то ведь есть, и мы об этом уже знаем. Во-первых, ракета будет суборбитальной, то есть она будет обходить вражеские системы ПВО на огромной высоте, при этом на гиперзвуковых скоростях. Сам ракета и каждый из боеголовок после отделения будут обладать комплексом активной защиты, живучести, принципы доставки зарядов до цели, обещают быть беспрецедентными и не будут знать аналогов в мире. Проект «Сармат» полностью засекречен, но часть характеристик и возможностей все же уже известна. Чтобы понять, какой шаг сделали российские разработчики, целесообразно сравнить перспективный образец с основной межконтинентальной баллистической ракетой российской армии. И она называется «Воевода». Американцы, кстати, дали ей другое название, очень страшное – «Сатана». Итак, у «Сармата» значительно улучшена дальность полета в полтора раза, с 12 тысяч километров до 16 тысяч. Учитывая то, что она выходит еще и в суборбиту, эта ракета пятого поколения может направляться к потенциальному противнику не по кратчайшему пути, практически как угодно, хоть через южный или через северный полюса. Это делает ракету еще неуязвимее. Она, в общем-то, появляется не там, где ее ждут, а там, где она сама этого захочет. Итак, вес, напротив, снизился вообще практически в два раза. Это будет означать, что ракета будет разгоняться быстрее, раньше выходить на нужную траекторию, а значит, может раньше разделиться на отдельные самостоятельные боеголовки. Их количество тоже увеличилось, предположительно, с 10 до 15. И каждый из них несет собственный ядерный заряд в 750 килотонн. Ну, для сравнения, это почти в 40 раз мощнее бомбы, которая была сброшена на Хиросиму. Ну что ж, действительно, мощность боеголовок осталась той же, добавили активную защиту. Действительно, это, наверное, следующий шаг. Пятое поколение. Конечно же, все характеристики, которые уже достигнуты, держатся под грифом совершенно секретно. Поэтому прямо сейчас, вот на экранах, вы увидите кадры запуска воеводы, ракеты четвертого поколения. Ну, даже они завораживают. Ну, сейчас известно, что принятие на вооружение ракет Сармат было запланировано на 2020 год. Но разработка и испытания прошли с опережением графика. И это фактически означает, что в следующем году, может быть, ракета будет принята. В общем, в любом случае, американцам пора как-то классифицировать ее и давать, наверное, более страшное название, нежели сатана.